Многие в комментариях писали, что лучше бы вместо вот этой сидушки сделал бы лежанку. Друзья, я к вашим советам прислушиваюсь и поэтому доделал сюда вот лежанку. Первые ряды идут, соответственно, сплошные. На третьем ряду уже формируется сама лежанка и зольник. Получается, вот это формируется опускной канал и с него вот идет все через лежанку. Устанавливаются дверца зольника и прочистные дверки. Четвертый ряд практически идет такой же самый, только с перевязкой. И вот смотрите, ребята, здесь я решил установить задвижку. Я установил эту задвижку для того, чтобы можно было бы только отапливать щиток. Честно сказать, не знаю, правильно я тут ее установил или неправильно. Чуть позже я покажу вариант от Антона Шенфельда. Мы часто с ним меняемся проектами, обсуждаем проекты. Антон был первым президентом всеукраинской гильдии печников. И его вариант расположения задвижки очень интересный. Он реально отключает лежанку и переводит газы сюда. Но я потом позже расскажу и покажу. Так, пятый ряд, шестой. Здесь уже идет подвертка. Вот тут вот и вот тут вот. И вот в этом месте ставится задвижка. Я ее поставил, верхний край задвижки поставил на один ряд выше за подвертку. Чтобы реально газы шли именно вот здесь. Вот когда опускаться будет в этот опускной канал, чтобы они перетекали вот сюда, в восходящий. Чтобы не шли потом по всей лежанке. Честно сказать, не знаю, правильно я так сделал или неправильно. Надеюсь, вы напишите в комментариях свое мнение. Седьмой ряд. Здесь уже кирпич вот так вот я кладу. Это для того, чтобы проще было потом перекрыть саму лежанку. Здесь идет шамотное ядро. Устанавливаются колосники. Второй ряд таким образом. Ставится дверка топки. Восьмой ряд. Здесь перекрывается уже лежанка. Скажем так, чтобы не нарушать вот тут вот кладку, чтобы она так и шла красиво. Чтобы сюда тычки не выглядывали. Поэтому приходится вот так вот резать кирпич вдоль. Кстати, вторые половинки, которые будут отходить, их можно использовать вместо вот этих кирпичей. Допустим, половинками вот так вот. Ну, тоже их использовать для перекрытия. Вот как вот тут вот. Вот такие части. Девятый ряд перекрывается вторым рядом. Кстати, думаю, что лежанку саму можно и тремя рядами, наверное, перекрыть. Ну и в принципе сам щиток дальше идет. В этом проекте на семь кирпичей идет длина самого топительного щитка. Здесь шесть с половиной. Решил я чуть меньше сделать. Можно вот таким вот макаром перевязывать. Но желательно вот эти места прокладывать в базальтовый картон. Вот тут вот. Так как этот кирпич будет нагреваться с двух сторон. То есть он отсюда идет по восходящему и по опускному. То есть он в два раза быстрее нагреется, чем вот эти кирпичи. Которые греются с одной стороны. Соответственно, он будет больше расширяться и будет давить на стенки печи. Поэтому лучше через базальтовый картон вот тут вот проложить. Так, шамут. Дальше вот так идет. И сразу четвертый ряд. Ага. Кстати, вот тут вот лучше кирпич сделать в клин. Не доглядел. Ну и погнали. Дальше вот. Одиннадцатый ряд. Двенадцатый. Тринадцатый на тринадцатом. И возможно вот тут вот кирпич лучше шамотный использовать. Но тогда будет не очень красиво смотреться. Устанавливается варочная плита. Здесь можно подрезать вот так вот. Для того, чтобы плита во-первых будет расширяться. Везде зазоры оставляются. Минимум по пять миллиметров. Ну и чтобы можно было бы ее вытягивать. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Семнадцатый. Восемнадцатый ряд. Девятнадцатый. И на двадцатом ряду решил я перекрыть. Здесь можно перекрыть по уголкам. Вот так вот установить уголки. Можно спрятать уголок. Меньшего размера взять. Я решил не заморачиваться. Можно вот так вот перекрыть. Можно сделать вытяжку здесь. Это уже у кого какая фантазия. Решил я и тут поставить задвижку прямого хода. Допустим можно открыть задвижку прямого хода. Если там плохая тяга. Вплоть до того, что можно за счет этой задвижки регулировать нагрев второго колпака. Двадцать первый ряд. Двадцать второй. На двадцать втором ряду вот здесь оставляются проемчики. И устанавливаются дверки для прочистки сажи. Кто-то может скажет, почему ты в торце не ставишь. Ну можно и в торце. Ну кому как удобно. Смотря как будут располагаться сами простенки. Дверки ставятся. Двадцать третий ряд. Двадцать четвертый. На двадцать пятом ряду ставится уже рассечка. И честно сказать, можно конечно и меньше сделать сечение восходящего канала. Сделать так же само на три четверти, как вот этот восходящий канал. Двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой. Все идет идентично только с перевязкой. На двадцать девятом перекрывается. Устанавливается основная задвижка. Перекрывается двумя рядами. Вот так тридцатый. Ну и дальше уже идет дымоход. Можно вот тут вот закрыть вот таким образом. И вот смотрите, вот она задвижка идет. То есть газы будут опускаться. И по идее вот сюда вот подныривать. И уходить вот сюда будет по восходящему каналу во второй колпак и на выход. То есть я думаю, что они не будут идти по лежанке. Либо может быть эту задвижку еще чуть выше поднять. Но тогда вот этот низ будет не прогреваться. Вот эта задвижка хорошо для растопки. Но возможно она и не пригодится. Ну в некоторых случаях. Ну а больше она будет подходить для того, чтобы регулировать нагрев вот этого второго колпачка. То есть можно немного приоткрывать задвижку летнего хода. И более горячие газы будут уже смешиваться с газами, которые будут вот здесь вот на выходе. И тем самым можно прогревать чуть больше вот этот второй колпачок. С такого ракурса еще посмотрим. Вот получается задвижка. Как мы видим верх задвижки чуть выше чем идет этот. Подвертка. На подвертке конечно желательно скруглять кирпич. Вот мы видим. Вот здесь вот газы проходят. Вот хайло. Газы будут стремиться кверху. Так же самое будет опускаться. И вот здесь вот проходить. И заходить здесь будет в этом месте уже в лежанку. Пройдя через лежанку будет попадать вот сюда вот в щиток. Можно выбрать вот такой вариант расположения печи в комнатах. Здесь вот можно в стене как бы нишу сделать. Чтобы вот эта часть отдавала сюда в комнатку тепло. Мне пришла была идея. Если бы вот этот простенок стоял бы вот так вот. Если бы это было вот так вот. То было бы намного лучше. То есть можно было увеличить на саму толщину вот этого простенка саму грубку. Чтобы лежанка здесь по эту сторону полноценная была. И было бы неплохо. В одну комнату вот так вот выходила бы грубка. Часть грубы с лежанкой. В другую комнату полноценный щиток выходил. И сюда бы еще кухня выходила. И вот так вот в нише бы еще вот этот кусочек бы нагревал. Я думаю такое расположение было бы еще лучше. Также самой мне приходила идея. Чтобы эту лежанку расположить в эту сторону. В противоположную сторону. Можно так сделать. Можно лежанку вот здесь вот так вот вдоль самого щитка сделать. Ну то есть развернуть вариантов можно сколько угодно сделать. Короче встрял я вот с этой задвижкой. Скинул часть проекта Антону. Говорю, а ну посоветуй, что мне сделать. Как расположить задвижку. И вот он предложил вот такой вот вариант. В принципе тоже неплохой. То есть вот эта задвижка. Если ты высовываешь, перекрываешь ход горячим газом. Именно в лежанку вот сюда. И открывается проход вот сюда в щиток. Но единственное, мне не понравилось, что опускной канал мы уменьшаем вообще до трех четверти. То есть сложность вот тут вот получается. В разрезе будет выглядеть вот так вот. То есть неплохая идея. При открытии задвижки перекрывается лежанка, открывается щиток. И газы вот пошли наверх сразу. Можно и другие варианты придумать конечно. Друзья на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok